здравствуйте меня зовут виктория и вы смотрите первый видео урок домашнего мыловарения сегодня вы узнаете какие ингредиенты можно использовать в процессе домашнего мыловарения а также мы с попробуем сделать ваше первое домашнее мыло для того чтобы было более понятно какие ингредиенты мы будем использовать я разделю их на группы это базовые масла эфирные масла ароматизаторы красители скрабы и различные добавки а сейчас я более подробно расскажу про мыльную основу как ее выбрать основное отличие это то что мыльная основа бывает разных стран производителей это англия германия бельгия латвия и китай качество у всех примерно одинаково разве что китай он немножко похуже и очень сомнительный то есть в разных партиях бывает разное качество я бы не советовал использовать китайскую основу по поводу других стран я бы хотела вам сказать чтобы покупали каждый раз разную мыльную основу и потом вы определитесь окончательно с какой-то одной будете ее использовать а также хотелось бы отметить что мыльная основа бывает прозрачная и матовая из практических соображений я бы рекомендовала вам иметь дома 2 килограмма прозрачная основа они матовой потому что прозрачную основу очень легко можно превратить в матовую путем добавления вот такого порошка диоксида титана хочу отметить еще один важный момент при выборе мыльной основы она бывает органическая и неорганическая органическая мыльная основа состоит только из натуральных компонентов ее хорошо использовать если вы варите мыло для ребенка или для беременной женщины или хотите сделать его полностью натуральным и бывает неорганическая неорганическая в свою очередь делится на слс и слс-фри покупайте пожалуйста слс-фри потому что она свободна от лаурил сульфат натрия если у вас возникнут вопросы при выборе мыльной основы вы можете всегда задать мне вопрос на сайте я буду рада ответить вам а сейчас я вам расскажу про базовые масла основное отличие их в том что они бывают жидкие и твердые базовые масла нужны для того чтобы нашему было полезно где же их брать брать их можно в обычном хозяйственном магазине или в специализированном там же где вы заказываете основу или у себя на кухне вот например с моей кухни вот кунжутная оливковая арахисовая вообще базовые масла не пахнут но какие-то из них пахнут например арахисовое масло тыквенное масло грецкого ореха они обладают своим определенным запахом старайтесь выбирать базовые масла такие которые не пахнут например виноградные косточки или масло персика также масло ши кокосовое масло тоже пахнет а вот пальмовое и масло какао нет в общем я советую вам выбирать масло по пользе потому что какой-то из них увлажняет какой-то омолаживает какой-то освежает согревает и прочее выбирайте повод ваш тип кожи или по тип кожного человека для которого вы делаете мыло следующая категория наших ингредиентов это эфирные масла эфирные в отличие от базовых масел пахнут и иногда даже приятно их выбирает стоит по запаху такие которые вам нравятся вы все прекрасно знаете что такое ароматерапия и также свойства различных запахов например что цитрусовые запахи они обладают бодрящим свойством мята расслабляет хвоя тонизирует ну и прочее это исключительно от вашего желания зависит следующее о чем я вам расскажу это будут ароматизаторы красители и скрабы ароматизаторы в общем то вместо них можно использовать эфирные масла но они могут вызвать аллергию у некоторых людей поэтому ароматизаторы можно купить заранее в магазине в специализированном там же где вы покупаете основу там и прочее для приготовления мыла по поводу красителей у меня вот представлено их достаточно много они бывают разные они бывают жирорастворимые бывают водорастворимые жировые бывают гелевые бывают натуральные бывают пигменты я советую вам пробовать разные потому что у разных поставщиков совершенно разные красители и вы потом выберите для себя определенные которые больше будут вам подходить я пользуюсь вообще всегда разными по поводу натуральных красителей это могут быть специи такие как карри каркума или паприка это может быть молотый кофе или какао также это может быть настойка хлорфилипта которая помимо хорошего зеленого цвета дает еще легкий ментоловый запах по поводу пигментов это порошковые пигменты их можно разводить либо в глицерине либо просто добавлять и там путем взбивания капучинатором или активным взбиванием вилкой можно добиться нужного цвета также вот еще есть разные из разряда блесток но это тоже пигменты по поводу скрабов скрабы у нас бывают растительные природные и готовые растительные скрабы это сухоцвета вы можете их приобретать в тех же магазинах где закупаете все остальное они вот таких красивых пакетиках там заграничные и прочее а также можно покупать там у бабушек у дедушек на рынке или просто рвать на даче можно вот сушить цветы которые вам дарит любимый в общем вариантов масса по поводу натуральных значит скрабов это может быть овсянка мак кокосовая стружка кондитерская присыпка кунжутные семечки там семечки киви все что вам будет удобно также можно использовать цедру цитрусовых там лимон лайм апельсин к растителям еще относятся скрабы такие как люфа ну люфа вы знаете что это мочалка но можно ее добавлять мыло и потом тоже как бы использовать что мочалка в мыле очень удобно бывают готовые скрабы вот такой например и купила в профессиональном магазине это какой-то немецкий по моему скраб очень вкусно пахнет кофе различные другие вы можете тоже посмотреть там выбрать заранее на сайте или приехав в магазин все что вам понравится бывает еще полимерная глина и тертая пемза вы можете использовать все сподручные средства или все что вы найдете в магазине то что вам понравится что может украсить ваше мыло или сделать его полезным один момент я не советую добавлять вам например живые цветы потому что они как любые живые цветы в контакте с водой и прочим они могут давать неприятный запах используйте пожалуйста все сухом виде у вас все получится у нас осталась последняя категория это различные добавки а еще вам расскажу какие формы и инструменты вам могут понадобиться в процессе маловарения добавки вот есть такой очень интересный порошок он называется люминофор он нужен для того чтобы сделать мыло светящимся в темноте есть еще вот такие замечательные витосферы это витагранула они витаминизированные вы могли их встречать уже в различных кремах там шампунях и прочее то есть но это то что в общем то вы можете купить в магазине также есть натуральная шерсть салфетка и водорастворимая фотобумага также к добавкам относятся природные плавители такие как молоко тертое какао или шоколад сахар и мед что касается форм их огромное количество начиная от вот таких обыкновенных пластиковых форм заканчивая такими формами которые вы можете отливать самостоятельно из компаунда для новичков я всегда советую силиконовую форму они очень удобны из них очень просто вытаскивается мыло также это могут быть формы для выпечки они термоустойчивы и очень подходят для этого занятия можно использовать формочки для льда единственный минус они очень маленькие если у вас нет возможности купить формы вы можете взять форму который вот ну продается в магазине например вот такую из под ягодного лукошка или вот такую из под какого-нибудь кекса использовать пластиковые контейнеры или одноразовые стаканчики вот силиконовые формы бывают еще вот такие они на вид очень невзрачные но внутри очень красивые оттуда получается действительно просто шокирующие фигурки еще можно взять вот такую огромную форму и сделать из нее торт у меня на сайте есть фотография торта который я делал в подарок своей сестре и вы можете посмотреть и оценить как эффектно смотрится торт еще несколько слов я хотела бы сказать про инструменты которыми нужно пользоваться в процессе маловарения вот здесь у меня представлен достаточно широкий спектр инструментов которыми можно пользоваться для новичков достаточно всего нескольких это доска нож и то чем вы будете мешать свою основу вмешивать красители и различные масла сразу определитесь с приборами для маловарения если вы занялись этим всерьез и надолго то я советую вам отделить посуду для маловарения от той в которой вы кушать из которой вы кушаете можно например использовать столовые приборы можно использовать одноразовые или пластиковые также советую приобрести канцелярский нож а по поводу вот всех остальных вот шприцов капучинатора кондитерского шприца китайской палочки это все вы узнаете из моих последующих уроков теперь мы переходим к самой основной интересной части сегодняшнего видео урока мы будем готовить мыло для этого нам понадобится мыльная основа в моем случае прозрачная либо матовая в вашем случае то есть если прозрачная то мыльная основа диоксид титана нож доска пару приборов для того чтобы замешивать мыльную основу маленький стаканчик в котором наливаете буквально одну-две чайную ложку воды базовое масло один краситель одна форма и емкость в которой вы будете разогревать мыло берем мыльную основу нарезаем ее на кусочки о том какое количество мыльной основы вам понадобится можно определить таким способом взять форму наложить туда маленькие кусочки заполнить форму с горкой если вы любите точность то возьмите домашние весы и отмерите 200 грамм я для наглядности примера буду делать две формы это моя емкость в которой я буду плавить существует два способа плавления мыльной основы это плавление на водяной бане либо в микроволновой печи на водяной бане это происходит по принципу берете кастрюльку наливайте в нее воды ставите емкость побольше и опускаете мыльную основу это все на огонь когда она расплавится вы получите прозрачную жидкость она должна быть полностью жидкая для того чтобы ускорить процесс плавления мыльной основы вы можете воспользоваться микроволновой печью как это делаю я пока мыльная основа плавится я научу вас разбавлять диоксид титана диоксид титана это абсолютно безвредный порошок им подкрашивают таблетки или кальмаров поэтому вы употребляете его нереально огромных количествах значит разбавлять как две чайные ложки воды или одну чайную ложку и буквально на кончике ножа опускайте порошок туда тщательно размешиваете получилась такая жидкость молочного цвета вот такого маленького количества будет достаточно для того чтобы покрасить вот в моем случае два кусочка а в вашем случае одного одна чайная ложка на кончике ножа диоксида титана и это все на 200 грамм основы мыльная основа расплавилась как вы видите она приобрела такое состояние практически как вода теперь я добавляю туда диоксид титана она полностью окрашивается в матовый цвет для того чтобы мыло было не только красивым но и полезным я беру базовое масло на один кусочек в 200 грамм добавляйте пожалуйста не больше чайной ложки базовое масло выберите пожалуйста на свой вкус в моем случае я использую масло виноградной косточки после того как вы добавили масло добавьте пожалуйста какой-нибудь запах или эфирное масло или парфюмированную отдушку я не люблю насыщенные запахи поэтому на два кусочка я добавлю всего 4 капли максимальное количество которое вы можете добавить это 5 капель на один кусочек чтобы запах не был резким с запахом и с полезностью мы разобрались теперь будем добиваться нужного цвета я использую краситель красный в итоге я хочу получить розовый цвет ну в общем то вот ни одной капли было достаточно какой цвет хотите получить вы в зависимости от насыщенности вы добавляете больше и больше максимальное количество капель на один кусочек наверное 3 в общем то цвет готов теперь я беру свою форму и заливаю туда после того как вы залили основу формы ничего страшного если она у вас пролилась излишки можно будет потом убрать когда мыло застынет уберите его пожалуйста на несколько минут в холодильник чтобы оно немножечко схватилось а что у нас получится мы посмотрим чуть позже наше мыльце застыло и сейчас мы будем смотреть наши результаты достаем пластиковую форму для того чтобы вытащить из пластиковой формы постарайтесь вот так пооттягивать края и потом сверху плотненько достаточно придавить и оно само вываливается получилась такая зефирка если у вас все таки не вытаскивается мыло из пластиковой формы то буквально на пару секунд опустите ее под струю горячей воды тогда она очень легко выйдет теперь переходим к моей силиконовой форме вернее форме из компаунда как я и говорила что вот сверху вот эти если вы пролили что то оно очень легко очищается но это в общем то не важно я точно так же немножко подрастягиваю края здесь формочка более фигурная поэтому процесс вытаскивания более длительный вот такие кусочки у меня получились на следующем уроке я расскажу вам 5 основных ошибок начинающего мыловара а еще мы научимся с вами делать многослойное мыло для этого я попрошу вас подготовить следующие ингредиенты это прозрачная мыльная основа и диоксид титана либо вместо этого купите матовую мыльную основу 4 красителя 1 базовое масло 1 ароматизатор и форму а также вам понадобится доска нож и столовые приборы до встречи завтра до встречи